Еще один памятник деревянного зодчества. Это вот такая вот старая церквуха, сделанная из сруба деревьев. Крашена цветами, клумбами по своей окрестности, так сказать, окружности. Сейчас посмотрим, что это за церковь. Так, Вознесение Господню, Ксения Петербургская. Ну это служения, какие будут. Смотрите, какие шикарные митиные глазки. Вау, всех цветов. А вот там белый с черным. Сейчас вам тоже приблизительно покажу, что-то нехолодно смотрится. Весна вот там холодная, поэтому. Это храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Возведем на месте разрушенного на 5-1950 годов храма Усупальния и Романовых Константиновичей. На оставшемся ренталете храма, главной строительной манатной части, существующая и поныне. Видите, как оно интересно. Сделана маленькая церковь. Вот такая кушка, вот видим на фоне людей, да? Хорошо виден объем этой церкви. Смотрите, какая она интересная, как она здесь сделана. Здесь даже лестницы вот такие деревянные. Причем вот как. Сбоку вам покажу, как это сделано. Сперильцы. Смотрите, какой интересный дизайн. Вот она вся вот такая, вот с такими вот резными крылечками, кружевными. С рук дерева. И вот огородик. Ну как огородик. Клумбочки, можно сказать, да. Здесь декоративные растения растут. Всех видов. Сейчас посмотрим там что. Я думаю, в целом, в общем, то же самое. Вот здесь вот, смотрите, колокола. Видимо, они бьют периодически, когда надо. Ну и вот здесь вот тоже садик небольшой. А вот я стою на крылечке этой церкви. Смотрите, как здесь здорово и уютно. И вот, в принципе, внутренность. Пахнет ладаном очень сильно. Церковь просто невероятно уютна. Смотрите, какие здесь дайберовочки. Здесь вот угол с иконами. Все деревянное. Храм Святой Живоначальной Троицы в Павловске. В начале 20 века город Павловск состоял во владении великого князя Константина Константиновича Романова. Владельцы Павловска предполагали устроить усыпальницу князей Константиновичей. Местом для его строительства великий князь Константин назначил дубовый садик на Конюшной улице. Проект составил архитектор Иин. Рядом была заложена деревянная часовня. Закладку самого храма совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир Богоявленский 24 июня 1913 года в день празднования Рождества Иоанна Предтечи. Великий князь Константин Константинович оставил запись в дневнике. В пять часов пошли крестным ходом от дворцовой церкви в город, в дубовый садик на закладку церкви Святой Троицы в память 300-летия дома Романовых. В 1930-х годах здание храма взорвали. На сохранившемся фундаменте построили пожарную часть Пушкинского района номер 31. Сегодня на Конюшной улице Богослужения ежедневно проходит деревянном храме Часовни во имя Святой Живоначальной Троицы. 13 марта 2018 года зарегистрирован приход Русской Православной Церкви. Настоятельным назначен протеерей Вениамин Шапошников. По благословению благочинного протеерея Никиты Зверева ведется работа по восстановлению исторического храма Святой Троицы. Исполнить завещание владельцев Павловска об устроении усыпальницы князей Константиновичей Романовых в Нижнем Храме Святой Живоначальной Троицы – это общее желание жителей города. Прихожане молятся о возвращении святых мощей Алапаевских мучеников князей императорской крови Иоанна, Игоря и Константина Младшего Романовых в Россию из Китая в родную землю.